Эй, привет, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон и погнали посмотрим Владимир и Евро от Россия 23. Берись отсюда, что ты меня тянешься, бейма на игре с рукой. Гений делает прогнозы далеко наперед. Эй, думаю, из группы заступала в этом году. Владимир не мог пропустить такое важное событие в мире футбола. Первый матч сборной России на групповом этапе Евро. Ведь он всегда смотрит видео, в названии которых есть слово «групповой». Групповой – чё, чё? Чё, чё? Чё? Устала одна, брата. Групповой – как бы наша сборная встретится с Бельгией, Финляндией и Данией. Проанализировав соперников, Владимир вынес свой вердикт. Финляндию-то мы вынести должны, это же не хоккей. Событие действительно важное, поэтому к организации просмотра Владимир подходит максимально ответственно. Россия уже должна играть по времени. Пропускают голы, когда находятся в Абасайде. Что? Не тот канал включил. Скоро уже матч идёт. Владимир всё подготовил для просмотра матча, надел свою фирменную тусовочную шляпу и накрыл поляну. По нашей информации, именно в момент, когда парень надел шляпу, он накрыл поляну. В самом начале, Владимир приступил к детальному анализу команд. Накрыл полянку, да? О, смотри. После, Владимир подробно разобрал состав сборной России. Головин, кстати, единственный, кто за бугром нормально играет. В Монако, знаешь, как шпилит? Из наших ещё Кокорин был в этом, в Монако. Шампанское бухало. Всё-таки, на мой взгляд. Также футбольный аналитик точечно прошёлся по составу сборной Бельгии. Точечно, точечно. Одного бельгийца я знаю. Тип, который Windows придумал. Несмотря на то, что вероятность победы сборной России невелика, Владимир остаётся патриотом. Касарик зарядил на Россию. А вы знаете, что сборная России за всю историю 7 раз играла с Бельгией и ни разу не выиграла? Сейчас ещё пехоту на ничью поставлю. Сборная России как будто имеет какую-то незримую связь с Владимиром. Буквально спустя несколько минут после того, как футбольный эксперт озвучил свою ставку, наша сборная специально для Владимира изменила ход матча. Футбольный эксперт детально разобрал первый гол. С местом ФИФУ играли, вот так вот получилось бы, я бы тебя не стал забивать. Когда защитник ошибается, ты просто в тупую. Лукакнул. Владимир искренне расстроился, потому что его ставка оказалась под угрозой. Парень попытался заесть печаль. Дай тарелку заебёшь. Владимир процитировал Моргенштерна на премии Муз ТВ и продолжил просмотр матча, в которых... Дай тарелку заебёшь. Муз ТВ, Моргенштерн, хорош. Через некоторое время произошло очередное важное событие. Ну это всё. По сути сборную, чуть-чуть побольше талантливых пацанов. Куча талантливых пацанов. С молодёжки не знаю, откуда у них брать их. Понятно, что их тяжело найти. По словам Владимира, в России сложно найти талантливых футболистов. Как отметил эксперт, легко в России можно найти только дешёвые авиабилеты. При помощи сервиса поиска дешёвых авиабилетов Aviasales. Через сервис авиабилеты, как бы, не через сервис поиска дешёвых авиабилетов Aviasales. Владимир не понимает людей, которые переплачивают за авиабилеты. Итог первого тайма два гола в пользу сборной Бельгии и две полтора в пользу сборной Владимира. Да мы до матча стартанули. Обладали полтора. Фальстарт, как обычно. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Точно. Во время паузы между таймами Владимир делится футбольной мудростью. А вар, вот вы говорите, что там происходит. Или гол, не гол, там оффсайт, не оффсайт, он идёт смотрит видосы. Короче, видеопомощь арбитрам. Расшифровывается это вар. Видеопомощь арбитрам, ну что ты тут пишешь. Второй тайм начался, Владимир подходит к нему с уверенностью. По факту можно, в смысле, за тайм два гола отыграть. Не сейчас Бельгия, это вообще пусто. Верит в камбэк из сборной волос. Всё, до свидания, короче. Вне зависимости от проигрыша, Владимир благодарен каждому участнику сборной России по футболу за то, что ребята старались и выкладывались на поле на пределе своих возможностей. Парень искренне верит, что даже в матчах с такими мощными соперниками, как Бельгия, у России всегда есть шанс. Изначально было понятно, что нам жопа. Пока команды борются на Евро 2020, Владимир организовал свой чемпионат Евро Ремонт 2011-2025. Пока парню не удается выйти из группы, против него играет Ремонт в страйк. Хорошая погода. Надо делать полюбасы там. И сборная России на Евро. Вячеслав, с евроремонтом всё понятно, но на Евро-то мы ещё поборемся специально для России. Точка. Хе-хе-хе. Специально для России. Точка. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok